Привет, дорогие друзья! Мы сегодня будем говорить о цвете. Хорошая тема, она мне очень нравится. Я сама проходила через вот это обучение, и оно для меня было таким откровением и удивлением, что я не могу с вами не поделиться новыми своими новостями. Цвет в жизни каждого человека воспринимается по-разному. У нас абсолютно разная чувствительность у мужчин и женщин. И все прекрасно понимают, что дальтониками чаще всего у нас бывают мужчины. Но любящий мужчина воспринимает женщину, какая бы она ни была, даже если он её видит в чёрном-белом цвете. Цвет и любовь. Цвет и жизнь. Цвет и психологическая настройка и подстройка. Цвет в жизни человека – это самое первое, что мы видим. Первое – мы видим пятно. Потом мы уже рассматриваем мелкие детали. Почему многие психологи советуют, даже если у тебя голубая кухня, поставь какой-нибудь оранжевый букет или купи какую-нибудь жёлтую штору, сделай цветовое пятно, которое будет отвлекать и не будет делать такой грустной, ту же самую красивую лаковую синюю кухню. Или вот почему оранжевые жилеты у работников дороги? Почему дети пишут по-разному контрольную на зелёных и красных листах? На зелёных пишут, концентрируются лучше, на красных они агрессивные, делают больше ошибок. Это всё механические такие законы, и законы психологии, и восприятия вообще. Вот почему я решила взять эту тему? Девушка написала мне, пришла, она в каком-то подмосковном городе к психологу, та увидела у неё красные ногти и сразу поставила диагноз – ты инфантильная дура, которая соскучилась по сексу. Девушка, конечно, распрощалась с этим специалистом и правильно сделала, потому что делать такие скоропостижные выводы не стоит, да и неправильно. У меня такие предпочтения, мне это нравится. Открываем какой-нибудь учебник супернового педагога по флирту, и там написано «накрась себе свисток красной помадой, иди, и ты победишь». Возможно, но 1 четвёртая часть успеха в этом заложена. А 3 четвёртых? Никто не подумал о том, что мы делимся на весну, лето, осень и зиму. У нас психотип определённый, у нас есть определённый цвет волос и бровей, который мы можем закрасить в любой другой цвет, но нам природа его дала. Цвет кожи. И поэтому я, наверное, сегодня буду призывать каждого из вас хотя бы единожды встретиться со стилистом, человека с этими разноцветными платочками. Вот когда политик выбирается, когда актёр только становление у него, когда человек приходит на экран на любой, первым делом на него нападает такой специалист, который выискивает, какой же цвет тебе подходит. Да, у нас может быть синий разных-разных оттенков, да и красный у нас имеет эти свои оттенки, холодный, тёплый. Кто ты? Если ты весна и накрасила зимней помадой себе губы, ты выглядишь как идиотка. Но если ты попала цвет в цвет, то тогда ты будешь выглядеть хорошо. И нет универсальных советов. Купи синие тени, сделай себе, и он точно на тебя обратит внимание. Да, обратит, покрутит у виска, потому что ты будешь похожа на продавщицу морковки, синие тени, розовые губы. Мы тоже на этом росли и делали страшные макияжи, потому что у нас было предпочтение. У цвета есть свои законы. Эти законы надо знать. Мы не обязаны быть специалистами в любой отрасли. Но поймите, что если женщина надевает на себя платье, и платье идёт само по себе, а женщина идёт сама по себе, то это неправильно подобран гардероб. Если женщина купила себе красный автомобиль, а садится всё время рыжая, не накрашенная, с хвостом, с немытой головой, то красный автомобиль подчёркивает только вот такую инфантильность действительно. То есть смотреть всем на меня, а я выгляжу плохо. Это не надо так делать. То есть женщина, покупающая чёрный автомобиль, садящаяся элегантно, или многие говорят, если ты купила себе чёрную машину, пожалуйста, трусы, панамка, ты уже законодатель моды. Ты можешь сесть в него в любом виде. Так, да немножечко не так. Когда мы приобретаем себе разную одежду, мы таким образом себя по-разному позиционируем. Вот эти капсулы, которые делает стилист на выход, в чём ты будешь ходить в косметический салон, в чём ты будешь выступать на телевидении и вести психологическую программу, в чём ты пойдёшь на вечернее какое-то мероприятие, где будешь заниматься благотворительностью, в чём ты будешь ходить дома, в чём ты поедешь на отдых. Это абсолютно разные капсулы, которые хранятся в разных коробках и в разных отсеках гардероба. Так правильно. Есть законы. Если вы эти законы изучите, вам так сильно облегчится жизнь. Пластиковые разноцветные коробочки с разноцветными туфлями, да, духи, которые вы предполагаете, какой цвет духов подходит под цвет этого платья. Попробуйте. Это такая психологическая интересная тренировка. Мы можем поменять своё настроение за одну секунду, просто пойти в другую сторону. То есть, если мы до этого носили серый элегантный, вспомним хакамаду. Она идеально выглядела, у неё замечательный вкус. Очень много актрис в сером, потому что это такой цвет интеллекта, такой мышиный. Да, вот серебро, оно уже называет уже торжество. А просто серый, он нейтральный, с этим человеком хочется говорить. Серый с белым предрасполагает. Ещё древние говорили, приди к начальнику в белых одеждах, и он подпишет тебе любую бумагу. Ты победишь. Почему очень многие спортсмены в белой одежде? Потому что этот цвет концентрирует, предрасполагает к себе. То есть, он тебя не отвлекает ни от чего и не отвлекает твоего партнёра. В белом хорошо знакомиться. В белом мы выходим замуж. В принципе, в белом нас должны хоронить. Белый самый-самый такой нейтральный цвет. Любую красную розочку прицепил, уже совсем другой вид. Повесил там сиреневые какие-то бусики, совсем другой вид. Очень не обязательно, чтобы в гардеробе было огромное количество вещей. Но теперь нужно понимать, куда и зачем мы идём, и так, чтобы мы были правильно соответствующие одеты. Иногда запоминается цветовое пятно. Для того, чтобы мужчина обратил внимание на женщину достаточно 8 секунд. Потом, потом он будет её рассматривать. Но первое впечатление – какие-то фишки, которые запоминаются. Она стояла в этом пальто, она вот так посмотрела, она переобувалась. У неё там были такого цвета перчатки. Он может через очень много лет вспомнить эти вещи. Почему так стереотипно? Все стены в квартире должны быть нейтральных, постельных тонов, однотонных, и висеть картиночки. Да, абсолютно не обязательно. Сейчас люди стали расписывать павлинами стены. Потолки расписывают в виде рока-барока. Да, там определённые свои законы. Синий с коричневым. Вроде как несовместимый. Рерих рисовал, женщина надевает красиво. То есть здесь нужен специалист, который у каждого из вас рассмотрит индивидуально. Человека, которого нужно позвать хотя бы единожды. Психологу, имиджмейкер, помощник. Если вы приходите в магазин и понимаете, это вывернутые швы, какие-то рваные вещи, я никогда в жизни к этому не подойду. Зайдите в раздевалку, наденьте и посмотрите. Может быть, это действительно не ваше. Но на вешалке вещь смотрится по одному, она может придать вам уверенности, комфорта. Вы правильно себе подадите. Я не призываю к рваным швам. Я просто говорю о том, что не надо думать, что я знаю, как правильно. И это только вот так и правильно. Так всё в жизни. Не надо отталкиваться от чётких границ. Они должны быть размытые, как варильная краска. Это лучше всего. Почему законы? Потому что стилист может по форме носа придумать вам форму носа у туфлей. По размеру зрачка подбирает сегу. Имиджмейкер помогает выбрать с помощью этих платочков ту палитру, которая вам подходит. Вы уже, зная свою гамму, абсолютно проходите те вещи, которые не будут на вас сидеть хорошо. А когда вещь не сидит хорошо, когда она не нравится вам, вы автоматически не нравитесь себе. Значит, получается, с психологической точки зрения мы можем автоматически улучшить себе настроение, надевая, допустим, оранжевую майку. Оранжевая концентрируется со светом, с добротой, с солнцем. Она яркая, немножко доступный цвет. Но опять же, это сигнал. Если вы в классическом каком-то пиджаке и у вас только оранжевая роза, это такой намёк мужчине. Ну, пробуй, угадывай с трех нот. Может быть, может быть. То есть, если женщина абсолютно вся в белом, она позиционируется как, может быть, холодность, но красота может быть недоступной и холодной, но к любой красоте нужно подбираться. Просто она белым заявляет, со мной будет не так-то просто. Женщина в чёрном. Она такая таинственная, загадочная, элегантная. Всегда в первый мир и в добрые люди. Но опять же, чёрный тоже надо раскрашивать, потому что он затаскивает в себя очень много другого цвета. Иногда от него устаёшь, разочаровываешься и ищешь пятна в других местах. Цвет в нашей жизни имеет огромное значение и в плане того, какое вы купите бельё, и в плане того, почему я решила перекраситься в ночи в чёрный цвет. Это всё психологические такие фишки. Допустим, женщина рассталась с мужчиной и хочет по-другому выглядеть. Она идёт, красится в белый цвет, сидит целый день в салоне и с чёрной становится белой. Да, это не важно, что потом пол в ванной будет волос. Да, это не важно, что потом, возможно, придётся очень долго лечиться. Вот сейчас, здесь и сейчас хочу. А то, что она столкнётся с тем, как относится к блондинкам, что она спозиционировала себя более глупой, более лёгкой, более моложавой, как она видит это. Она пытается нести себя в массы всё ещё брюнеткой, а цвет волос предрасполагает. Опять, если нормальный имиджмейкер попадается, то он говорит, что если ты рыжая, ты не можешь не быть ненакрашенной. Если ты чёрная, ты можешь вот здесь, здесь, здесь сделать нюанс, а вот это убрать. Мы можем это всё сделать сами, мы можем открыть учебники, мы можем открыть интернет, но хотя бы сделать и это первый шаг. Потому что многие проживают полжизни, не зная том, вот купила на бегу, мне нравилось, я купила в переходе, я купила на рынке, я купила в магазине. Мне понравилось, я взяла. И лежит это всё барахлом, иногда какая-то вещь не одевается по многу лет. Вот чем хороший имиджмейкер? Он всё это выбросит на пол, будет рассматривать, и всё, что вам не подходит, выбросит на пол и заставит сегодня, чтобы этого не было дома. Тут прибегут подружки, которые будут растаскивать в разные стороны сумки и ремни. Это, конечно, вызывает бурю, негодование. К этому нужно привыкнуть. Но, вы знаете, не нужно заморачиваться на одном человеке, нельзя слушаться безоговорочно, вот эти юбки мы уберём, вот это тебе не идёт. Мы слушаем одного специалиста, как диагноз у врача, мы слушаем другого специалиста и третьего. Приходим к разумному зерну и понимаем, мой стиль такой-то, моя фигура такая-то, мне нужны вот такие пиджачки, мне нужны такие рукава, мне нужна такая длина юбки. То же самое мужчин. То есть, если вы однажды встретитесь с таким специалистом, вы поймёте, что этот человек сделал для вас огромную услугу. Вот так получается, что у психолога не сразу видна работа. Вот хирург отрезал, зажило красиво, пришил красиво, в парикмахер нарастил волосы – хорошо. А психология – это потом, потом, потом виден результат. То же самое у стилиста. То есть, медленно подбирая какие-то вещи друг к другу, подбирая гармонично сумку под обувь, под украшение, под цвет волос, этот человек делает вас другим. Если вы действительно хотите перемен, вот есть сейчас уникальная новая методика, собирается такая группа товарищей, свой зубной врач, свой гинеколог, свой имиджмейкер и свой психолог. И эти четыре женщины, допустим, пусть это будут женщины, берут вот грустную, грустную, только что расставшуюся, потерявшую, опустившуюся, разочарованную женщину к себе в команду и начинают из неё лепить. Если бы вы знали, как быстро мы приходим к хорошему результату, если бы вы видели, какая благодарная почва человека последепрессионный, который хочет сейчас что-то изменить. Только вот просто так, от того, что ты обстригла себе волосы и пришла другим человеком, потом ты не можешь их уложить, ты купила себе какие-то вещи, повесила на вешалку, ты их не надеваешь. Нужно, чтобы люди поняли, какой твой стиль, романтический, кантри, ты деловая, деловая такая или вот такая, как ты хочешь себя спозиционировать. И я разговаривала с несколькими стилистами, они абсолютно все приходят к выводу, что как только ты переоденешься, как только ты найдёшь свой грамотный цвет, в твоей жизни тоже всё начнет меняться. И тот же самый супруг, с которым прожила 10 лет, по-другому на тебя посмотрит, и ребёнок на тебя будет смотреть с большей гордостью, это моя мама. И ты сама будешь смотреть на себя в зеркало и поймёшь, да, у меня получилось, а сейчас я переодену мужа, а сейчас я переодену сына. Вот самое сложное, это, конечно, работать с детьми, потому что дети самоутверждаются. Но если стилист может найти вот эту вот тонкую ниточку и помочь ребёнку найти то, что ему сейчас нужно, да, это могут быть драконы, да, это могут быть вампиры, да, это может быть всё, что угодно. Но мы же ломаем ребёнка тем, что мы надеваем на него те вещи, которые не выражают его самого. Мы же его ломаем тем, что мы знаем, что тебе лучше. Иногда нужно послушать себя и нужно послушать специалиста. Красные ногти могут просто для того, чтобы было хорошее настроение. Вот иногда приходишь в маникюрный салон, и хороший специалист спрашивает, ну что, куда идём? У нас съёмка, у нас просто жизнь, у нас плохое настроение. И вот психология же ведь есть везде. И там девушка, которая делает маникюр, она прекрасно, ой, мы нос повесили. Так, я знаю, какой тебе нужен лак. Ищите вот таких специалистов, которые чувствуют вас с сердцем. Ищите тех, кто придумывает какую-нибудь фишечку. Она говорит, вот я сейчас розовеньким накрашу ногти, всё, пойдёшь от меня и пойдёшь на свидание. И такую установку даёт, что потом именно к этой женщине всё время ходят на маникюр только потому, что она сказала и правда в этот день. И свидание было, и всё получилось хорошо. Ищите людей с добрыми глазами, ищите с позывом сделать что-нибудь хорошее для вас. Потому что где-то есть специалист, который сидит невостребованный в том же городе, в Подмосковье. Сидит и понимает, я отучился, я приехал, я здесь никому не нужен, здесь одни лохушки. И здесь ты действительно носишь вещи, которые не состыкованы друг с другом. Вы, если встретитесь, найдёте друг друга. То из тех же самых вещей, которые есть в доме, специалист может сделать шедевр. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова